Здравствуйте! В эфире выпуск информационной программы Вести Нью-Рюнгринский район. С вами Илья Воробьев. На календаре очередная суббота, 13 мая, а значит пришло время рассказать о самых важных событиях минувших дней в Нью-Рюнгринском районе. Настоящий подарок для любителей живой музыки и военной песни подготовил оркестр «Поколение Некст» под руководством дирижера Светланы Масловой совместно с Управлением культуры Нью-Рюнгринского района. Большой концерт «Голос Победы» в преддверии 9 мая на большой сцене Центра культуры и духовности имени Александра Сергеевича Пушкина произвел настоящий фурор. Название «Голос Победы» выбрано не случайно. Именно так называли Юрия Левитана, которая объявила главным событием 20 века – победе советского народа над фашистской Германией. На сцене уже полюбившиеся зрителю юные музыканты оркестра «Поколение Некст» и специальный гость – приглашенный вокалист из Москвы Максим Щербицкий. Талантливый российский исполнитель, обладатель проникновенного баритона, уже знаком нашей публике. Год назад он выступал в тандеме с оркестром детской школы искусств и вот приехал к нам вновь, чтобы щедро поделиться своим талантом со зрителями. В таком небольшом городе есть такой потрясающий коллектив, который работает на достаточно высоком уровне, учитывая, что ребята практически школьники, многие из них учатся. Несмотря на то, что в оркестре есть педагоги, мы решили сделать патриотическую программу к Дню Победы. И, вы знаете, работать с молодыми людьми, с молодежью – это всегда интересно, но и по-своему сложно. Программа интересная, большая. В программу были включены как всем известные песни военных лет, так и современные произведения. На протяжении всего концерта зрители с замиранием сердца наблюдали за мастерством владения музыкальными инструментами и виртуозностью вокала. Еще одним ярким решением стало объединение на одной сцене старшего хора Соловушки с оркестром во время исполнения легендарной «Смуглянки». Стоит отметить, что в этот раз творческая коллаборация яркого исполнителя Максима Щербицкого с детским оркестром поколения «Некст» – идея главы Нерюнгринского района Романа Щегельника. Максим не отказал и с удовольствием приехал порадовать нерюнгринцев своим проникновенным голосом, способным вызвать в зрителях самые разные эмоции. Песни военных лет каждому жителю нашей страны – это что-то необыкновенное, родное, которое понимается всеми, потому что все, что касается этой войны, заложено у нас на генном уровне. И сегодня вы видите, какая атмосфера в зале, как прекрасно принимает зритель эти песни. Вот просто праздник действительно со слезами на глазах. И спасибо организаторам этого концерта. Не так часто у нас так бывает, такие вот услышать живые голоса, живую музыку. Это у многих останется, конечно, в памяти. Наш народ продолжает почитать героев этой войны и продолжает нести эту память. И в виде вот таких концертов и патриотических песен выражает свои чувства. Я очень рада, что я оказалась на этом концерте. Впечатления такие душевные, тяжелые, потому что каждая песня давит очень сильно на душу и заставляет тебя задуматься о том, как нужно любить свою родину. В зрительный зал купал артистов в аплодисментах. Программа концерта прошла на одном дыхании. Аплодисменты, слезы, возгласы «Браво» сопровождали каждый музыкальный номер. А завершился концерт феерическим исполнением самой любимой и поистине народной песней «День Победы». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok